Родилась Нина Яковлевна в 1930 году в деревне Покровка из Китимского района. Это были тяжелые довоенные годы, говорит женщина. Родителям приходилось нелегко. Еще тяжелее стало, когда началась война. Папа заболел воспалением легких, а позже у него нашли туберкулез. Папа только год прожил. В 43-м году он уже у нас ушел из жизни. И мы остались, мама и нас трое. В военные годы Нина Яковлевна вспоминать не любит. Будучи подростком, работала в полях наравне со взрослыми. Постоянно голодали, мечтали поесть вкусного хлеба. Хлеб пекли из нечищенной картошки. Ведро намывали, эту картошку терли, крахмал, маленькую водичку сливали. Туда даже было такое, что чистили картошку и эту шелуху сушили в печках, русские печки. Потом ее ступки были такие делали деревянные, толкли и тоже добавляли в это хлебушка. Он был черный, синий. Ну, муки-то там уж горсочку какую-то мать бросит, чтобы он не развалился. Ну и крахмалу там маленько добавят. После войны Нина Яковлевна получила образование бухгалтером. Переехала в Искитим, устроилась работать. Здесь создала семью. На пенсии она не скучает, ведет активный образ жизни, возглавляет ветеранскую организацию. Я всегда, какие собрания были, где-то что-то проходили. Ездили мы в Новосибирск, в оперный театр, на День Победы. Через год как-то нас меняли, брали. Я всегда писала психотворения, где-то останавливались, отмечали. Я это все зачитывала, читала. Нина Яковлевна старается и дома не сидеть сложа руки. Увлекается рукоделием, а еще женщина пишет стихи. Моя родная деревенька, где детство с юдостью прошло, Как часто по ночам мне снится мое любимое село. Как будто я иду по полю, тропинкой узкой полевой, И разговорю иду с тобою, поспевший колод золотой. Звалась Покровка та деревня, И майский луч колхоз был в ней. Как много нас у нас исчезло, Хороших сел и деревень. Движение – жизнь, говорит Нина Кучина. И хотя по состоянию здоровья последние несколько лет Она редко выходит из дома, Все равно не сидит на месте. По квартире каждый день ходит по 300 метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова